После некоторого затишья в Донецке вновь забурлила политическая жизнь. В субботу и воскресенье в городе прошли массовые митинги. Основное требование митингующих остается неизменным – проведение местного референдума для определения судьбы края. Против этой власти. Я не хочу, чтобы была эта власть у нас. Лучше такой демократии, как они нам сделали, лучше не надо. Вот так. И я считаю, что в Донецке здесь все меня поддерживают. Потому что пришли действительно к власти не те, кто нужны. Люди думали совсем другое. А получилось вот такое. В отличие от предыдущих акций, участники воскресного митинга не ограничились лозунгами и требованиями. Активисты переместились в площади Ленина к облгосадминистрации и захватили здание. Представители координационного совета выдвинули свои требования. Собрать депутатов областного совета для проведения внеочередной сессии, на которой они должны будут принять решение о проведении в области референдума. Мы четыре недели пытались добиться того, чтобы собрался областной совет, который так и не собрался. Здание никто не заплатывал. И мы работаем и с милицией. Вы видите, милиция здесь у нас на этаже. Мы пришли требовать тому, что и выставили сейчас ультиматум нашим депутатам, что до 12 часов ночи они должны собраться в фессионном зале. Если они не соберутся, завтра на 12 часов дня мы принимаем народный мандат. Что это означает? Мы даем от каждого города, диригируется один представитель. И это будет легитимный орган, который будет работать вместо облсовета. Для чего это необходимо? Для того, чтобы было принято решение по поводу проведения референдума. Сейчас наши юристы этим занимаются. Там нашли некоторые вопросы по поводу 1994 года, по поводу того, что мы можем провести опрос, который будет являться легитимным. Основное требование митингующих – автономия. Донецкий областной координационный совет, куда входят много организаций, около 30, в данном случае уже частично представляет интересы жителей области. Но есть организации и города, которые еще не вошли в этот совет. До завтрашних 12 часов представители всех городов в этом совете будут. Таким образом, совет будет заседать в полном составе представителей всех городов Донецкой области. Сейчас идет разговор о Донецкой области. Все остальные будут приглашены как гости или как подобные же равные объединения из других областей. С целью уже объединения областей между собой в тех требованиях, в которых мы все одновременно высказали их. То есть это языковой вопрос, это объединение Юго-Востока как отдельной единицы, и это требование автономии. Правоохранители не оказали митингующим серьезного отпора. Впрочем, представители прокуратуры отметили, что по факту захвата админзданий ведется расследование. Органами милиции открыто криминальное проведение за частью 1 статьи 294, это массовое заворожение. Санкция данной статьи предпочитает покарание от 5 до 8 лет позбавления воли. На сегодняшний час створена следовательная группа, которая отработает все видеоматериалы, которые были сняты во время утверждений возле областей администрации. Отработаются люди, которые принимали в этом участие, не более активные люди, а также инициаторы этих заворожений. Следствие продолжает. Поскольку собрать депутатов областного совета так и не удалось, сегодня днем в облгосадминистрации прошло заседание так называемого Народного совета области, на котором было провозглашено создание независимой Донецкой Республики. Исходя из положения устава Организации Объединенных Наций и целого ряда других международных документов, закрепляющих право народов на самоопределение, выражая волю национального народа Донецкой области, сознавая историческую ответственность за будущее Донецкой области и ее народа, уважая суверенные права всех народов и волю народов на пути их дальнейшего развития, исходя из приоритета общечеловеческих ценностей, всеобщей декларации прав человека, других общественных международно-правовых актов, стремясь создать народное, правовое, демократическое, суверенное государство, провозглашаем создание суверенного государства Донецкая Народная Республика. Ночью также было захвачено здание СБУ в Донецке. На входе в администрацию СБУ построены баррикады, здания охраняются активистами. На Народном совете его участники заявили, что референдум о создании республики должен пройти не позднее 11 мая, а в случае силовых действий со стороны Киева они будут обращаться за помощью к России. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.